Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В летний период необходимо уделять особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности в быту, общественных местах и лесопарковых зонах. С наступлением жаркой погоды могут возникнуть пожары, возгорание горючего мусора, сухой растительности, тополиного пуха. С наступлением жаркой летней поры и обильным цветением тополей в городе значительно обостряется пожарная обстановка. Одним из самых распространенных источников возгораний в июне является тополиный пух. А дети, не зная, какой вред они могут нанести окружающим, очень любят поджигать его. Как результат – резкий рост числа пожаров. К тому же министр природных ресурсов Российской Федерации Дмитрий Кобылкин предупредил об аномально жарком лете. По его словам, грядущее лето в России может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. Поговорим сегодня о противопожарной безопасности с моим гостем Елен Олег Николаевич, заведующий сектора обеспечения пожарной безопасности Управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Олег Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что же, с 15 апреля вот уже начался режим, особый противопожарный период. Скажите, пожалуйста, что уже делается вашим ведомством, какие службы будут в этом задействованы, ну и, соответственно, какие профилактические мероприятия проводятся? Ну, Управление гражданской защиты является у нас подразделением администрации городского округа Самара. Вот, и мы, значит, действуем в рамках установленных федеральным законодательством полномочий. У нас существует такой 69-й федеральный закон от 21 декабря 1994 года о пожарной безопасности. И вот к полномочиям органов местного управления городских округов в обеспечении мер пожарной безопасности он относит такие мероприятия, как создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. Дальше. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий, поселений и городских округов. Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности и установление особого противопожарного режима в рамках повышения, в случае повышения пожарной безопасности. Вот данные мероприятия, значит, в целях реализации этих мероприятий, соответственно, в администрации городского округа Самара у нас принята программа пожарной безопасности. Она у нас, значит, действует с 2008 года уже, эта программа. И на сегодняшний момент утверждена уже четвертая программа на период, значит, с 2019 по 2023 год. Вот на 2020 год, на этот год у нас запланирована сумма в размере 115 миллионов 518 тысяч рублей. Вот именно на развитие, на поддержание, на реализацию, соответственно, этой программы. Да, на реализацию мероприятий этой программы, которая именно нацелена на обеспечение пожарной безопасности городского округа. Ну, давайте тогда поговорим, в чем суть этой программы. Какие мероприятия должны быть осуществлены, чтобы, соответственно, противопожарный режим не нарушался и не было вот таких неприятных случаев? Значит, в рамках реализации этой программы у нас, значит, предусмотрено решение ряд задач. Первая одна из основных таких задач, которые, в принципе, у нас основную часть финансовых средств на себя забирает, это обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений. Вот. Из 115 миллионов 99 миллионов 107 тысяч это расходуется именно на обеспечение пожарной безопасности школ, детских садов. И основная часть идет на, значит, на установку и обслуживание систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Это основная, как говорится, задача для того, чтобы дети в свое время были оповещены и, соответственно, эвакуированы. Это, как говорится, спасет их жизнь и здоровье, так сказать. Также в рамках этих задач осуществляется и мероприятие по организации дополнительного профессионального образования. Значит, специалистов, которые обеспечивают, соответственно, пожарную безопасность этих образовательных учреждений. В каждом образовательном учреждении есть такие специалисты, и они, в соответствии с федеральным законодательством, должны периодичность у них обучения раз в три года проходить дополнительное обучение для того, чтобы какие-то новые федеральные законы, требования знать, вот, и освежить свои знания. То есть на эти цели тоже выделяются средства. То есть если раньше в школах были преподаватели ОБЖ, которые учили, собственно, на своих уроках правилам противопожарной безопасности, ну вот это лично на моей памяти, то есть сейчас в школах, в садах есть специалисты, да, которые обучают противопожарной безопасности? ОБЖ это преподают для учеников. Учеников. Да, а для того, чтобы, как говорится, сама школа, там есть у нас заведующие завхозы и так далее, которые обеспечивают пожарную безопасность этих учреждений, а не обучают. Ясно. Вот, соответственно, эти специалисты, да, и обучаются по мерам пожарной безопасности. Ну и также расходуются средства для учебных учреждений для того, чтобы выполнять другие требования пожарной безопасности, вот, которые у нас предусмотрены федеральным законом, 123-м федеральным законом, это технический регламент, где определено, какие должны быть у нас эвакуционные выходы, какие, значит, отделка в школах должна быть, вот. То есть все эти мероприятия, они, значит, проверяются органы надзорной деятельности, и если какие-то находят недостатки, соответственно, идет устранение, и на эти цели вот закладываются тоже финансовые средства. Ну и школа не откроется к первому сентября, если будет та же система повещения пожарной безопасности не в порядке или сломана, все это проверяется, да, в том числе? Обязательно проверяется, да, и, соответственно, устраняются все недостатки, и только после устранения, соответственно, начинается у нас процесс, образовательный процесс школы. Олег Николаевич, я в начале передачи сказала о тополином пухе, сейчас месяц июнь, да, как поется в той известной песне, тополин и пух, жара июнь, и дети играют, поджигают и так далее. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы тополин и пух не стал источником пожара, вот каких правил все-таки нужно придерживаться? Ну, у нас... И какие-то, вот, кстати, мероприятия, направленные на это, существуют? Существуют мероприятия. Дело в том, что, значит, тополин и пух, он ежегодно, как говорится, у нас летит, покрывает целыми покрывами, и он очень такой пожароопасный в том плане, что возгорание моментально происходит как порох. Вот, и основным источником возгорания может быть там брошенная спичка, тот же самый окурок, или даже искра от того же костра, который, допустим, невдалеке где-то разожгли для того, чтобы пожарить какие-то там шашлыки. У нас люди выходят, вот, не думая о том, что о последствиях разжигают вот эти костры, вот, эти искры, подхватывая ветром, улетают на очень большие, кстати, расстояния, вот, и, возможно, вот от этой искры загорится тополин и пух. Он вспыхивает, как порох, и распространение его, вот, этого возгорания непредсказуемо. И для того, чтобы этого не было, ну, во-первых, у нас и коммунальные службы работают в этом направлении, осуществляют, значит, полив территорий. То есть этого достаточно, да? Не только достаточно. Помыть улицу, полить и... Полить и необходимо убирать, потому что в жаркую погоду это все высыхает, и опять все это возобновляется. Полить для того, чтобы он не разлетался, потому что, ну, сухой пух, и начинаешь убирать, он разлетается, и никакого эффекта не получается. Поэтому прежде чем убрать, надо его полить. И, соответственно, у нас вот существуют также вот огородники, садо-удачные товариства, которые, соответственно, должны за свои представленные участки отвечать и тоже выполнять противопожарные мероприятия. Если у них этот же самый тополин и пух, то им самостоятельно необходимо принимать меры для того, чтобы его как-то ликвидировать. Какие еще противопожарные меры нужно соблюдать, чтобы не было пожаров, посмотрим небольшое видео. Продолжение следует... Олег Николаевич, я знаю, что каждый год вашим ведомством проводятся различные конкурсы, акции флэш-мобы, в том числе с детьми и со взрослым населением как раз по противодействию пожарной безопасности. Скажите, пожалуйста, вот какую цель вы перед собой ставите, проводя подобные мероприятия? Значит, вот игровые формы, они, занятия, которые мы проводим, они способствуют лучшему усвоению, особенно детьми, вот тех материалов и формируют у школьников ответственность за выполнение мер пожарной безопасности, вот, а также усвоение знаний основ поведения при пожаре. Вот, и основными задачами вот этих вот викторин и так далее является это обучить правилам пожарной безопасности и привить навыки осторожного обращения с пожароопасными предметами, а также огнем. Значит, следующая задача это научить детей правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Ну, это получать у нас пожар. Вот, и закрепить эти знания правильного поведения при пожаре уже в игровой форме. Вот, значит, эти викторины у нас проводятся, значит, специализированы организациями, вот, которые имеют соответствующие лицензии. Вот, в игровая форма сначала, значит, доводятся требования пожарной безопасности, сначала теоретическая, как говорится, часть, то есть доводятся эти мероприятия с контрольными вопросами на детей, а потом проводятся викторины. И кто ответит, тот и является победителем. Соответственно, вот, соревновательный дух и больше, как говорится, влияет на усвоение вот этих знаний. Поэтому мы это практикуем ежегодно. В этом году, если мы в прошлом году проводили это в детских школах по осени, то в этом году мы запланируем проведение данных мероприятий в детских озарительных лагерях, в период летних каникул. Вот как раз, да, давайте к этому вопросу подойдем более подробно. Сейчас лето, да, время пора каникул, дети поедут все-таки в лагеря. Скажите, пожалуйста, как обстоит сегодня ситуация с пожарной безопасностью в детских лагерях? Мы, конечно, сейчас говорим о территории города Самара, Олег Николаевич. Ну, в связи у нас с введением режима повышенной готовности на территории городского округа Самара из-за угрозы распространения новой этой коронавирусной инфекции, дата начала открытия летней озарительной кампании на сегодняшний день пока остается открытой. Вот, но тем не менее, значит, на территории городского округа у нас находятся 10 детских лагерейных учреждений муниципальных. Из них, значит, 7 это подведены к департаменту образования, 2 учреждения это департаменту опеки-попечителей социальной поддержки администрации городского округа Самара и один детский радиоцентр Олимп, это у нас департамент физической культуры и спорта. Вот, для обеспечения условий безопасного и комфортного отдыха детей в этих оздоровительных учреждениях, значит, и администрациями этих лагерей, вот, и департаментами непосредственно принимают также участие, и проводятся очень кропотливые работы. До открытия этих объектов, значит, обязательно проводятся противопожарные, противоэпидемиологические мероприятия, включая, значит, выполнение мероприятий, которые были предписаны органами, надзорными органами учреждений. Значит, все места детского отдыха, у нас оборудуются автоматическими пожарными сигнализациями и системами раннего обнаружения пожара и передачи сигнала по радиоканалу, то есть непосредственно сразу идет выход на пожарную охрану, чтобы они более оперативно реагировали на, если возникнут какие-то возгорания. Значит, также существуют в каждом лагере телефоны экстренного оповещения служб, вот. Места отдыха и оздоровления обеспечены противопожарным инвентарем необходимым, также, значит, системами пожаротушения, это у нас и пожарные гидранты, которые находятся на территориях, и существует необходимый запас воды для обеспечения, это, сушения пожара. Значит, к началу приема детей ежегодно обязательно выполняется, значит, это устройство защитных минерализованных полос, это по периметру данных лагерей производится опашка для того, чтобы обеспечить защиту от распространения пожара, потому что у нас лагеря находятся в основном в лесной зоне, вот. И если вдруг будут какие-то возгорания в лесах и так далее, чтобы это не распространялось на территории детских лагерей. Вот. Дальше, значит, обязательно проводится работоспособность, проверка работоспособности всех систем, это и пожарная сигнализация, и гидрантов, и не только просто проводится проверка, но и составляются соответствующие акты для того, чтобы это документально зафиксировать. Также у нас в лагерях в основном домики существуют деревянные, вот. Поэтому огнезащитная обработка этих домиков ежегодно проводится, да, перед началом сезона для того, чтобы, как говорится, защитить эту древесину в случае там каких-то, не дай бог, возгораний. Ну, и, наверное, проводится все-таки разъяснительная работа, да, обязательно, и с детьми, в том числе, и с персоналом, правильно? Ну, в персонал перед началом сезона проходит дополнительное обучение, они сдают инструктажи, каждый год это проводится, вот. А с детьми в период их нахождения в этих лагерях проводятся также и занятия, мы привлекаем для этого и добровольные пожарные команды, которые, это у нас есть договора с ними, и у нас вот в районе поселка Рубежного, они как раз и занимаются обеспечением пожарной безопасности трех наших лагерей, которые находятся за пределами нормативного времени прибытия в подразделение пожарной охраны, государственной противопожарной службы. Вот, там как раз у нас находится добровольная пожарная команда, и вот они занимаются с этими детьми и обучают их и действия там и со средствами первичной, первичным средствами пожаротушения это огнетушители, как правильно действовать, как пользоваться этим огнетушителем, также как подсоединить рука в пожарную гидранту и так далее. То есть все эти мероприятия, они интересны для детей, потому что это все равно там любой ребенок стремится познать чего-то нового. И пожарная, как говорится, техника, она всегда интересна для детей. Ну, а пожар может возникнуть не только от тополейного пуха, брошенного окурка, но и еще от ряда других причин. Давайте посмотрим, почему еще может возникнуть пожар. 97% лесных пожаров происходят по вине человека. В лесу запрещается бросать горящие спички, сигареты, оставлять бутылки, осколки, мусор, бросать легко воспламеняющиеся материалы, разводить костры, сжечь траву. Пожар легче предупредить, чем погасить. Сохрани лес живым. При пожаре звонить 101. Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, а как на сегодня обстоит ситуация с бытовыми пожарами в нашем городе? По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы, это управление надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России и Сармазской области. Основными причинами возникновения пожара на территории городского округа является, первое, это неосторожное обращение с огнем. Это 72% от всех пожаров. Это является причиной неосторожного обращения с огнем. 18% от нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. 6% поджог. И 4% от неисправности печного оборудования, а также дымоходов. Значит, основное количество пожаров за истекший период 2020 года у нас приходится, значит, это на прочие объекты. Это мусорные контейнеры, сухая трава и санкционированные свалки мусора. Это 51% всех зарегистрированных пожаров. Это как раз вот эти вот объекты. Значит, следующим объектом, который у нас подвержен возгоранию, это жилой сектор. 32% пожаров на сегодняшний день это случается в жилом секторе. 8% это надворные постройки, какие-то сараи и так далее. 8% также это неэксплуатируемые здания, которые на территории Самары у нас брошены, или уже аварийное жилье. И в результате там нахождения, как говорится, людей без определенного места жительства. Ну, а также и дети иногда заходят туда и балуются. В результате горят и эти здания. Также 1% это у нас дача. Небольшой, но тем не менее, такие тоже бывают. Значит, как мы видим из приведенной вот этой статистики, это, значит, основная причина является это нарушение требований пожарной безопасности. Это у нас, наши пресловутые человеческие факты. Поэтому для того, чтобы вот этого не происходило, надо необходимо все-таки все требования, которые у нас определены, пожарной безопасности соблюдать для того, чтобы, ну, здоровье и имущество сохранялось гражданам. О чем еще нужно знать, чтобы не было пожара? Давайте посмотрим. Внимание на экран. Ежедневно в России пожар уносит жизни 30 человек. Сгорает 150 зданий. Основные причины пожара. Неисправная электропроводка. Электроприборы без присмотра. Знай и помни, пожарная безопасность – твоя жизнь. При пожаре звонить 101. Олег Николаевич, я попрошу вас рассказать, какие меры ответственности в случае возникновения пожаров возникают в первую очередь и у кого? Ну, ответственность граждан, значит, за нарушение требований пожарной безопасности, в принципе, не только граждан, но и организации, и также юридических лиц, у нас установлено Кодексом административных правонарушений Российской Федерации, статья 20.4. Значит, данной статьей у нас предусмотрено за нарушение требований пожарной безопасности. Значит, это влечет для себя предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, на лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Те же деяния, но совершенные в условиях особого противопожарного режима, что на сегодняшний день это актуально, значит, такие нарушения ведут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Ну да, цифры серьезные? Цифры серьезные, да. Ну, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло возникновение пожара, уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 тысяч до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. Олег Николаевич, ну вот тоже полтравы, довольно распространенное нарушение в летний период. Расскажите, пожалуйста, вот основная причина возникновения, скажите, что делается для предупреждения, и если, допустим, вот сосед постоянно сжет траву, как на даче, так и в загородном доме, но все-таки куда обращаться и какая ответственность за это нарушение, оно имеет место быть, верно? Да. Основной причиной, значит, возникновения неконтролимых по сугут травы является безответственное, конечно, отношение граждан и должностных лиц, порой, организаций, которые, не задумываясь о последствиях, значит, производят вот эти мероприятия. Знаете, результаты бывают очень плачевными. При, значит, внезапном изменении скорости и направлении ветра, значит, распространение этого пожара может распространяться также и на жилые дома. Конечно. Какие-то хозяйственные постройки, что приводит к большому материальному ущербу и даже гибели людей. Олег Николаевич, ну ведь говорят, как правило, я нахожусь на своей территории, это моя частная собственность, и вас это не касается. Вот скажите, это верно? Конечно, нет. Потому что в результате могут сгореть целые кварталы, и не только на вашей территории, но и близлежащие, которые непосредственно находятся в непосредственной близости. И в целях вот этого обеспечения контроля за выполнением этих мероприятий, у нас постановлением администрации городского округа обведения особо противопожарного режима на территории городского округа запрещено сжигание мусора, травы. Вот. И это, соответственно, является при вот это нарушение, которое у нас также определено в 115-м ГД. Это законом Самарской области административных правонарушений, статья 2.1.15. Значит, и вот в целях соблюдения этих требований пожарной безопасности, то есть, чтобы не прожигали костры, осуществляется патрулирование территории городского округа Самара, привлечение, значит, должностных лиц административных комиссий внутрогиротских районов, уполномоченных на ставление протоколов административной ответственности. У нас в каждом районе существует такой орган, как административная комиссия, которая наделена такими правами. Это осуществляет, значит, проверку, контроль и составляет протоколы об административных правонарушениях. Значит, постоянно на сегодняшний день, значит, у нас составлено 87 протоколов административной ответственности. Для начала лета это много, мало? Ну, я считаю, что это достаточно. Из них вот 74 рассмотрены, и наложено административных штрафов на граждан, 11 штрафов наложено на должностных лиц, 3 на юридических лиц 39. То есть, видите, основными нарушителями все-таки являются юридические лица. Общая сумма наложенных штрафов на сегодняшний день составляет 473 тысячи рублей. Хорошо, Олег Николаевич, вы знаете, я прочитала о том, что в зарубежных странах, вот, например, в Германии, создана мощнейшая добровольная пожарная служба. Расскажите, пожалуйста, а есть ли у нас добровольная пожарная охрана? И скажите, может быть, что-то делается вашим ведомством в данном направлении? У нас, значит, с целью, вот я еще уже говорил, прикрытия вот этих территорий, которые у нас находятся за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений Федеральной противопожарной службы, а это у нас на территории Самары, это поселок Шмидта, который находится в железнодорожном районе, а также поселок Береза, это Краснолинский район в районе аэропорта Курвумыч. И вот для того, чтобы там обеспечить пожарную безопасность этих территорий, значит, администрации города у нас заключены соглашения с двумя добровольными пожарными командами. Значит, одна вот Шмидта, это у нас общественное учреждение добровольной пожарной команды Самарской области, а в поселке Береза это общественная организация добровольной пожарной команды международного аэропорта Курвумыч. Значит, и в рамках реализации нашей программы пожарной безопасности, которой мы в начале нашего беседы останавливались, значит, администрации городского округа, из бюджета городского округа осуществляется выделение финансовых средств на выделение субсидий данным организациям для того, чтобы они поддерживали, значит, свою боевую готовность, так скажем, чтобы они осуществляли закупку техники, снаряжения, и чтобы они могли выполнять те задачи, которые на них администрация возлагает, соответственно. И вот я хочу кратко остановиться. Значит, вот за прошлый год по статистике данными командами, значит, основные задачи они выполняют как профилактика возгораний, вот, так же и действуют по локализации и ликвидации возгораний. Значит, вот в поселке Шмидта добровольная пожарная команда, значит, на пожары и возгорания выезжала за год 31 раз. Это в поселке Шмидта. То есть, на помощь и поддержка, да, оказывается? Да. Тем же пожарным службам напрямую. Они не то, что поддержку, они впервые прибывают на эти пожары, иногда даже до прибытия этих пожарных подразделений локализуют этот пожар, и уже противопожарная служба только заканчивает ликвидацию, полностью проливает и так далее. То есть, они очень такие у нас действенные, молодцы, поэтому мы всегда на них рассчитываем, в том числе и вот по организации пожарной безопасности детских лагерей. Ну что же, Олег Николаевич, наше время подошло к концу. Хочу поблагодарить вас за интересное интервью. Ну и в конце все-таки предоставить вам заключительное слово. Вот все-таки какие первоочередные задачи вы перед собой ставите. И можете обратиться к жителям нашего города. Как я повторюсь, лето будет жарко, и все-таки будет очень много опасностей, созданных для пожаров. Так что вот нужно в первую очередь сделать, чтобы их не допустить и, конечно, предотвратить? Ну, основная цель, как говорится, и наша, ну, я думаю, любого человека, который проживает, жители на территории городского округа, ну, это сохранение жизни и здоровья и своих, и своих родных и близких, а также имущество, которое там вы накапливаете годами, строите. Вот, поэтому если вы будете соблюдать меры пожарной безопасности, я думаю, это послужит и, значит... Сохранением жизни и здоровья в первую очередь, да. И вы будете просто получать удовольствие и наслаждаться сегодняшним теплым летом. Спасибо вам большое. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего, берегите себя и, конечно, будьте осторожны. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!